Великие. Уинстон Черчилль. Часть первая. История будет добра ко мне, ведь я сам пишу её, говорил Уинстон Черчилль со своей фирменной наглостью. Он был признанным историком и в 1953 году получил Нобелевскую премию по литературе за труды по истории. Художник, государственный деятель, оратор и стратег Уинстон был уважаемым британским премьер-министром, возглавившим нацию в мрачные годы Второй мировой войны. Будущий лидер родился в 1874 году от британского лорда и американки из богатой семьи. Попав в 1900 году в парламент, он быстро достиг лидирующей позиции, свалив в 1904 году Лейборисскую Паткину. Он стал первым лордом Адмиралтейства в 1911, но в 1915 оставил этот пост, приняв на себя вину за провал Галлиполийской операции. В 20-х и 30-х годах он потерял популярность как политик за поддержку Эдварда VIII во время его желания отречься от престола. Кроме того, он резко выступал против потакания фашистскому режиму. С началом Второй мировой войны он снова стал первым лордом Адмиралтейства, а в мае 1940-го премьер-министром вместо Невилла Чемберлена. Черчилль вызвал восхищение у британцев своей стойкостью перед лицом нацистской агрессии во время тяжелого часа для Британии. Тысячи лондонцев погибли в один миг, когда германские бомбардировщики волна за волной накатывались на столицу. Черчилль отказался сдаться, и пилоты союзников победили в битве за Британию. Черчилль не переставал обхаживать американцев, которые не торопились объявить войну Германии. В августе 1941 года он с президентом Фрэнклином Делано Рузвельтом подписал соглашение о военной помощи на борту линкора «Аугуста» у берегов Ньюфаундленда. В декабре 1941 года японцы напали на Перл-Харбор, и мстительные американцы вступили в войну. Вторая битва у Эль-Аламейна в конце 1942 года повернула ситуацию в Северной Африке в пользу союзников. Черчилль сказал генералу Монгомери и его 8-й армии «вышвырните Роммеля из Африки». Монти и его солдаты буквально выполнили это указание Черчилля и успешно уничтожили германскую армию фельдмаршала Роммеля. Черчилль отправился в Триполи, чтобы поздравить своих солдат и отпраздновать вместе с ними. И он сказал, до Аламейна мы не побеждали, после Аламейна мы не потерпим поражение. Черчилль вернулся домой героем. После вторжения Гитлера в Россию к союзникам присоединился Сталин. Хотя Черчилль ненавидел коммунистов, он поддерживал рабочие отношения со Сталином и выступал посредником между ним и американцами. Три лидера встретились в Тегеране в 1943 году. Это была одна из трех встреч, определяющих будущую карту мира. В знак восхищения успехами Красной Армии Сталину преподнесли меч Сталинград. Во время Сталинградской битвы погибло более миллиона человек. Ведущая роль Черчилля в борьбе британцев с нацизмом обеспечила его стране ведущую роль во время переговоров о мире. В феврале 1945 года три лидера встретились в Ялте. Но после смерти Рузвельта в январе этого года на подсамской конференции в июле США представлял президент Гэри Трумэн. Американцы проигнорировали опасения Черчилля по поводу советской экспансии в Европу после войны и уступили Сталину Польшу и часть Берлина. Предупреждение Черчилля о советской гегемонии основывалось на знании истории и оказалось пророческим. Внутри страны Черчилль также потерпел поражение и покинул свой пост вместе с правительством после того, как лейбористы проиграли выборы в конце войны. Он ушел из политики и занялся написанием шеститомного труда о Второй мировой войне, наслаждаясь послевоенным покоем. Казалось, что в возрасте 71 года он завершил политическую карьеру. Режиссер Кейт Мэйдленд, автор сценария Мэдленд Суэнд, Мэрон Уильямс, продюсеры Мэрон Уильямс и Эндрю Толсо. Субтитры Мэрон Уильямс Уинстон Черчилль, часть 2 Когда консерваторы проиграли выборы в 1947 году, Уинстону Черчиллю исполнился 71 год. В этом возрасте большинство политиков уходит на пенсию. Но Черчилль был главой оппозиционной партии и постоянно склонял лейбористов к правительству к принятию мер безопасности в условиях холодной войны. Тори проиграли в 1950 году выборы, но он был выбран в правительство в 1951 году и 77-летний политик снова стал премьер-министром. Он приложил все усилия к обновлению отношений между Британией и США, устанавливая связи с администрацией Трумана и Эйзенхауэра. Но возраст напомнил о себе великому человеку и в 1953 году с ним произошел сердечный приступ. Продолжение следует...